Россия заговорит в пассе с позицией силы. Политика. Власть 21 мая 1835. Россия заговорит в пассе с позицией силы. Запад уже не возражает. Главное для него вернут российские взносы обнищавшие Ассамблеи. Антон Чаблин. Комментарии в просмотров 3150. На фото, на пленарном заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы, пассе, фото, Михаил Джапаридзе, ТАСС, материал комментируют. Константин Калачев в пятилетний период отстранения России от работы в Парламентской Ассамблее Совета Европы, пассе, можно, очевидно, считать завершенным. Ведущие европейские политики признали, что без нашей страны этот орган не способен быть эффективным. Однако, как и следовало ожидать, против считанные страны, давно занимающие антироссийскую позицию, в том числе и Украина и Прибалтика. Украина – это не дипломатия, а капитуляция. На переговорах в Комитете министров Совета Европы, которые завершились в Хельсинки, решено, что Россия останется в пассе. Об этом журналистам заявили министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Хай Камаас. Германия и Франция, как выяснилось, были главными сторонниками возвращения России в эту сферу европейской политики. Мы не стремимся выходить из Совета Европы, как об этом пытаются распускать слухи. Не отказываемся ни от одного из своих обязательств, включая финансовые. «Ценим тот позитивный вклад, который Совет Европы внес и продолжает вносить в развитие российского национального права, реформирование судебной системы, системы органов исполнения наказания, решения многих других гуманитарных вопросов», – цитирует слова Лаврова официальный сайт МИД России. Читайте также. Польша построит АЭС на зло Москве, Минску и Вильнюсу Литва опасается новой Фукусиму в Белоруссии. Но не возражает против подобных планов Варшавы действительно. Возможность окончательного выхода РФ из ПАСе обсуждалась в политических кругах нашей страны, как минимум, с 2014 года. С той поры, когда в ПАСе нашу делегацию, напомним, после воссоединения с Крымом лишили основных полномочий. Два года назад Россия окончательно перестала выплачивать членские взносы в Совет Европы. После чего в европейской прессе появился даже термин «Brixit», по аналогии с «Brixit». Ожидаемо против решения о восстановлении прав российской делегации в ПАСе выступила Украина, ее официальный представитель в Совете Европы Дмитрий Кулебов в сердцах заявил европейским журналистам, что это не дипломатия, а капитуляция. Поддержали Киев еще шесть государств, давно не скрывающие антироссийскую позицию – Великобритания, Польша, Грузия, Эстония, Литва и Латвия. Если не европейская, значит – реакционная. Что же представляет собой Совет Европы? Это одно из крупнейших наднациональных объединений на европейском континенте, в котором состоит 47 государств. Для сравнения, в Евросоюзе только 28. Россия стала полноценным членом Совета Европы в 1996 году, что тогдашний президент Борис Ельцин называл одним из главных достижений его внешней политики. Главным органом этой структуры является отнюдь Непасе, хотя, возможно, за счет риторики российских дипломатов оно и наиболее известное, а Европейский суд по правам человека. Россия ратифицировала его статут в 1998 году. И с тех пор ее граждане имеют право на рассмотрение своих дел в суде в Страсбурге. В итоге сегодня на Россию приходится примерно 20% дел. При этом Москва обеспечивает 7% финансирования бюджета Совета Европы. Как и следовало ожидать, отказ России в 2017 году от уплаты членских взносов в Совет Европы крайне болезненно ударил по финансам этой организации. По итогам прошлого года в бюджете Совета Европы образовалась внушительная дыра в размере 53 миллиона. Власти России неоднократно подчеркивали, что считают многие решения Европейского суда по правам человека политизированными. В частности, бывший страсбургский судья Анатолий Ковлер, неоднократно выносивший особые мнения по громким судебным решениям, полагает, что тамошний суд выносит суждения о неевропейских ценностях как реакционных. Любопытно, что с аналогичной критикой в адрес страсбургского суда выступали деятели судебной системы не только из России, но и из других стран от Бельгии до Великобритании. Чтобы уравновесить ситуацию, в 2015 году в нашей стране была принята норма, позволяющая не исполнять решения Европейского суда по правам человека, если они противоречат Конституции России. С тех пор, кстати, эта норма была применена всего дважды. Тем не менее, она вызвала бурю возмущения у либеральных политиков. Те даже не обратили внимания, что вовсе не Россия первой приняла такую норму. Еще в 2004 году Федеральный Конституционный суд Германии постановил, что решения страсбургского суда не всегда являются обязательными для исполнения. Кремль снял предохранитель с торговли оружием. Третьи страны в обход санкций смогут покупать новейшую боевую технику РФ через посредников по статистике Европейского суда. Только за последние два года он принял решение о выплатах в размере 23,3 миллиона по искам россиян. В основном заключенных, оппозиционеров и ЛГБТ-активистов. Среди них, в частности, бывшие участницы панк-группы «Пусси Рэд» Мария Олехина и Надежда Толоконникова, лидер фонда борьбы с коррупцией Алексея Навальный, блогер Исавва Терентьев, правозащитник Станислав Дмитриевский. Вместе с тем, политизированными власти России называют не только решение Европейского суда по правам человека, но и многие резолюции ПАСИ. Те принимаются, как можно понять, в отсутствии российской делегации. Скажем, только в этом году Ассамблея приняла две подобные резолюции, в январе о равноправии. В ней, в частности, Россию осуждали за преследование ЛГБТ-активистов и запреты гей-парадов, а затем о территориальной целостности Грузии. РФ в очередной раз назвали страной-агрессором, поддерживающей оккупацию Абхазии и Южной Осетии. Теперь, когда делегации России вернули право голоса, она получит возможность не просто высказываться по поводу таких резолюций, но и, по возможности, блокировать их принятие. Кто-то, возможно, теперь, после решения Комитета Министров Совета Европы, и выстроит целую конспирологическую теорию, зачем мы вернулись. По моему мнению, она никакого отношения к внутриэлитным раскладам не имеет. Никто из серьезных российских политиков никогда не ставил под сомнение важность участия нашей страны в ПАСИ, объясняет в свободной прессе руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. Вместе с тем, политическая дискриминация нашей страны в этом органе требовала ответной демонстрации решимости. Вплоть до заявления готовности прекратить взаимодействие с этим институтом. Это была продуманная тактика. И она дала плоды. Сейчас ситуация меняется. Редактор субтитров А.Семкин